Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект изучаем ПВК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим знакомство с панелью оператора СамКун и программируем реле PR200 от компании OIN. Давайте решим следующую задачу. С помощью переменной в PR200 будем включать и выключать подсветку панели оператора СамКун. Давайте создадим новый проект. Допустим, сокращенный проект 15. Выбираем тип нашей панели оператора это у нас 070HE отображение горизонтальное Next. Здесь мы введем имя соединения предположим это будет PR200 сделаю пометку для себя это будет PR200 с адресом 5 в сети будет подключен КОМ1 у панели оператора СамКун 2 АКУ порта и подключен по интерфейсу РЕС-485 по протоколу MatBusr.do панель оператора мастер сети дальше Next Finish зайдем в PR200 настроим сетевые параметры предположим мы зададим скорость передачи данных у PR200-115-200 контроль в чутности отсутствует 8 бит данных 1 суббит и адрес прибора предположим будет сети 5 нажимаем ОК дальше давайте зайдем в макросы создадим новый макрос сокращенная подсветка давайте создадим переменную допустим это сокращенно включить подсветку VKL поскольку в режиме слейв у нас программируемый релепер 200 может передавать только целочисленные либо вещественные регистры то есть переменные целочисленные или вещественные у нас будет выбираем 16 бит интеджер регистр объявим в PR200-512 функция 4 регистр 512 нажимаем Enter здесь пока все так оставляем нажимаем ОК дальше у нас есть инструкция здесь у нас есть служебные регистры вот они у нас служебные регистры и регистр 60106 отвечает за включение подсветки включение и выключение подсветки и давайте еще сделаем следующее объявим еще одну вспомогательную переменную ну предположим это будет переменная с именем int1 int1 тип переменной ну так же пусть будет BULL и адрес переменной внутренний регистр нулевой регистр ОК остальное все так же оставляем пишем ОК потом я покажу для чего нам нужна будет эта переменная комментарии можем удалить и написать здесь следующее если переменная VKL есть и подобный язык сравнение это два знака равенства равна единице то произведем следующее откроем фигурные кнопки скобки закроем сразу и здесь напишем local bit здесь важно большими или маленькими буквами мы пишем по скобусе подобный язык программирования квадратные скобки 60106 это регистр управления подсветкой присвоим ему значение 0 точка запятой и давайте нашей переменной int1 присвоим значение 1 дальше давайте воспользуемся еще одной функцией if вернее операция сравнения при этом переменная в кэл у нас теперь равна нулю условия дальше end на языке 10 это вот так обозначается по крайней мере для панели оператора замком и переменная int1 в этом случае должна быть равна единице это мне нужно для того чтобы то есть если я этого не сделаю то после того как я принудительно с плеера включу подсветку потом она уже сама не выключится поэтому допишем такой код и здесь у нас будет localbit снова наш бит здесь у нас что произойдет после того как мы так 60.106 после того как мы отключим то есть с помощью переменной fql подсветку она у нас выключится равно единице это отключение подсветки равно единице и переменную int1 снова сбросим в значение 0 здесь мы включим подсветку после того как значение переменной fql приобретет значение единица здесь мы подсветку выключим после такого как переменная fql приобретет значение 0 попробуем произвести компиляцию компиляция прошла успешно закрываем закрываем здесь нужно вызывать макросы вызовем наш макрос подсветка здесь букву пропустим каждые 50 миллисекунд будем вызывать ну и давайте для наглядности отобразим на панели оператора наш 512 регистр это с PR200 приходит функция 4 регистр 512 число знаков 4 нам хватит поскольку это у нас не дробная то есть непеременная сплаващая запятая не имеет дробной части после запятой знаков 0 размер предположим шрифта давайте сделаем 30 это будет у нас круглый элемент и предположим вот такой фон вот у нас наша переменная с регистром 512 который будет управлять подсветкой еще можем вернуться к макросу и вот здесь можно обратить ну ладно это все уже не очень важно пробуем загрузить нашу программу в панель оператора программа загружена панель оператора сейчас перезагрузится следующим шагом перейдем к написанию программы для PR200 создадим новый проект это у нас будет PR224 вот этот PR давайте проверим правильно ли мы выбрали PR для которого будем писать программу да подключенный PR совпадает с выбранными нами и давайте следующим шагом возьмем выходную сетевую переменную здесь мы ее отредактируем это будет целочисленная 512 регистр здесь булевская не сможем сделать потому что в режиме слейк не поддерживается и предположим сокращенно включить дисплей окей дальше будем управлять переменную с дисплея с кнопок на передней панели программируемого реле PR200 у нас это будет целочисленная переменная эти переменные допустим с дисплеем сокращенно производим соединение дальше заходим в менеджер экранов убираем экран ввод вывод integer float и здесь у нас будет переменная целочисленная переменная с дисплеем контролировать ее пока не будем 3 знака места вполне достаточно и обязательно редактируем дальше зайдем прибор это обязательно настройки прибора и как помним мы сделали следующие настройки PR200 подчиненное устройство скорость 115200 контроль четность остусов число столповых бит 1 бит данных 8 закрываем и еще обязательно нужно задать адрес прибора в сети мы предполагали что он будет пятым в проекте когда записали проект для панели оператора самком загружаем программируемые реле программу примерно так будет выглядеть на панели оператора загрузили наблюдаем значение 0 примерно через одну минуту подсветка должна быть погасна но пока можем сделать еще дополнение допустим еще сделаем управление яркостью подсветки здесь у нас предположим добавим 513 регистр SPR200 у нас придет регистр 513 513 ok сделаем шрифт крупнее предположим это будет 30 будем управлять яркостью подсветки предположим будет круглый фон предположим будет вот такой ok а здесь так и оставим сверенки ok здесь наверное лучше взять элемент вывода все-таки поскольку мы будем управлять SPR200 так панель оператора у нас погасла прошла примерно минута теперь нажимаем sell вводим значение единицы нажимаем ok панель оператора снова засветилась нажимаем sell стрелочку вниз нажимаем ok панель оператора погасла то есть когда мы вводим вот в этот вот регистр значения единицы панель оператора у нас подсветка на панели включается когда сбрасываем в 0 подсветка выключается но при этом если мы нажмем когда ввели 0 подсветка отключилась при этом если мы нажмем на панели оператора дисплей снова засветится и через минуту снова погаснет а если мы зафиксируем единицу то дисплей у нас будет постоянно подсветка дисплея будет постоянно светиться ну и давайте сделаем наверное управление с управление яркости подсветки сперр 200 перейдем к редактированию вот здесь вот просто для наглядности отобразим следующий регистр это у нас будет регистр сперр 200 регистр 513 находит 513 enter ну и шрифт сделаем примерно 30 здесь у нас сделаем круглый цвет подсветки верно цвет фона пускай будет желтый вставляем вот здесь у нас будет отображаться значение подсветки яркости подсветки сюда заходим открываем макрос на редактирование и пишем следующее у нас будет local word так переведем английский local вот word и у нас будет регистр здесь мы воспользовались битом локальным а здесь мы будем пользоваться регистром и так регистр у нас 60335 если я не ошибаюсь да вот у нас текущая яркость подсветки здесь тогда мы регистр 60335 запишем в него значение объявим нового перемена допустим яркость сокращенную тип переменной 16 интежер приходит с pr200 функция четвертая регистр 513 513 enter ok и здесь у нас будет равно значению нашей переменной перешедшей с регистра 513 точкой запятой компиляции проверяем то что у нас здесь макрос остался подключенным и смотрим здесь 513 регистр дальше давайте подкорректируем программу для pr200 зайдем в схему воспользуемся еще одним выходным регистром регистр у нас будет целочисленный допустим здесь будет яркость сокращенную и полностью напишем яркость 513 регистр еще одна входная переменная тип переменной целочисленный допустим это будет переменная с дисплея 2 ok производим соединение снова заходим в экраны и добавляем еще один ввод вывод здесь давайте отредактируем контроль значений лучше всего редактируется то есть подсветка реагирует на значения от 150 до 450 здесь минимум 150 максимум 450 тип целый переменная с дисплея 2 дисплея 2 редактируем из да обязательно и загружаем следующим шагом загрузим измененный проект в панель оператора так изначальное значение 0 яркость подсветки хорошая нажимаем сэл и у нас на редактирование открылся вот этот вот первый вот вывод здесь поскольку на значение минимальное 150 сразу ввелось 150 нажимаем ok и у нас подсветка стала тусклой нажимаем еще раз сэл вводим значение предположим нажмем alt и стрелочку вверх одновременно перейдем на третье правое на третье правое знакомство здесь введем значение 450 нажимаем ok и подсветка у нас яркая ну и следующим шагом что мы можем сделать можем подождать пока у нас погаснет подсветка или можем сделать следующее сэл еще раз сэл теперь редактируем вот этот регистр сначала введем значение 1 ok дальше сэл стрелочкой вниз значение 0 окей у нас подсветка погасла можем нажать и подсветка у нас снова засветилась через минуту погаснет но если мы здесь введем значение единицы то подсветка будет включена постоянно на этом наше небольшое видео завершаем спасибо